Главное, что у нас перед Господом держит, то, что мы христиане, это зиареба причастия. Когда мы это осознаем, что без Христа мы ничего не можем, что две недели, если человек не причащался, он становится как колдун, светящийся чёрным светом, этот прибор и фиксирует, как Генник Виктор Генник снял. То многие задумаются, вот почему мы не в церкви, потому что, если кто до единой причастился, он уже не в церкви. Он не имеет благодати, а мы должны снова вернуться к благодати. Потому что церк христианская жизнь – стяжание Духа Святого Божия. И вот тут Отче наш. Пури чвені арсобіса, мовец чвен дгес. Это главное наше прошение в Господь. Дай нам причастие на ежедневный, на каждый день. Причастие арсобіса по-еврейски. Лехам хукейну тен лану айом. То есть хлеб главного нашего закона, хукейну, жертвоприношения, дай нам айом сегодня. Вот если мы вернемся в Первую Церковь, мы видим чудеса, которые происходят с детьми. На детях это видно совершенно, как говорит Паисий Афонский. Если ребеночка причащаем 40 дней подряд, любая раковая болезнь в любой стадии проходит. Но если ребеночка причащаем сразу после родов все время, первые два года, детские болезни в общении, и он становится святым умным, молодым защитом. То есть у женщины перед родами причащают, хотя бы месяц, два-три, и потом принимают роды, то роды без болезни не проходят. Это чудо, даже первое, кисаря, не вдох, кисаря, а второе, это нормально. То есть потому, что вот это главное, Христос, без меня, без меня, без меня, без меня, без меня, без меня. И вот если я вот это возвращаюсь, главное, все остальное прикладывается. А то приятно, свидетельство, во многих местах этих чудес. В недавно был случай, как раз вожжу девочка пыталась прыгнуть с девятого этажа, девушка, и в нас все лет не вернулась. Но что-то мне, мы не хотели бы, что это. Мои родители ее поймали и приводят соседелю. Кладитесь, что делать? Наши дитя погибли. И он говорит, я не могу, а я вас прошу 40 дней подряд причастия. Даже когда девушка не взял, но я прикасал причащать. Через 40 дней это был здоровый человек, который сейчас мама здоровая, который рожает детей, все в порядке. То есть мы должны вернуться к тому, что мы оставили, будучи христианами. И по закону Святых Отец мы извернуты из церкви. И поэтому войны, поэтому нас песы имеют пролковать. Сейчас нужно вернуться к первой церкви, где они все причащались ежедневно, как святитель в тюрьмах приказал грузинских. Кушал, не кушал, читал, не читал, но ежедневно пускай причащается. Каждый заключен. Рашид Кисария, это женщина-патрицианка у Василия Великого, «Святитель, скажи, сколько раз нужно причащаться для души?» Он ей пишет, хорошо и приполезно причащаться ежедневно. Потому что кто будет спорить с тем, что ежедневно причащаться – это значит жизнь разнообразна. Потому что каждый день новый он дает разнообразие. И он и говорит ей, что в крайнем случае четыре раза в неделю, когда четыре литургии в неделю. Вот, усилий великий, Иоанн Златоуз говорит эти слова. То есть нам святые учат, что это прекрасно. И вот мы должны вернуться опять в это состояние. Христос входит в нас, мы исповеданы, и мы светимся, как 16 солнцев, как фиксирует академик Виктор Вейник при Бурене. Но когда мы светимся, то каша наша нормальная, ласки наши нормальны, отношения нам. А когда свет прошел, то мы светимся и притягиваем всякую черную силу на себя, всякую порчу. И мы не знаем почему. А вот она причина. Потому что мы нарушаем в соборе святых отец, нарушаем главное, Христово. Если будете пить мою кровь, есть мою плоть, то вы пребудете во мне, и я в вас. Ничего не попросите и получите. То есть вот это вот нам нужно вернуться, и это несложно вернуться. Это нужно проверить на себе. Сначала трудно, враг не дает, потому что он боится причастия. Но если мы преодолели это, тогда мы живем в раи. И все нам служит ко благу. И каждый день жених входит в невесту, мы невеста, Христос жених. Мы живем в первой церкви. Это несложно. Это близко. И это будет. И да будет так. Аминь. Христос жених. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.